Здравствуйте! Я в прямом эфире на своем же канале, на канале в гостях в Разумовск. Я приготовила угощение. У меня в доме стоит икона святителя Михаила Николая, у которого скоро будет его день 19 декабря, и поэтому теперь он будет со мной стоять до 19 декабря. Сегодня же я вам хочу рассказать историю мужчины. Обычно я вам рассказываю историю женщин, а сегодня я вам расскажу историю мужчин. Был, говорит, это в детстве, когда, говорит, мы еще мальцами были и жили в деревне, и родители, и мы жили в деревне. А летом делать нечего, лагерей тогда особо не было, и не хотели родителей отправлять. Бегали по улицам, говорит, сами собой заняты. Жила, говорит, у нас в деревне бабушка, которая занималась знахарством, очень многим помогала в самой деревне. Все ее знали, все ее уважали. Никому она никогда и словом не отказала, а старалась всем помочь. Батюшки не было, так она и крестила, и отпевала, и все роли выполняла, всегда к ней обращались люди за помощью. И эту помощь она отказывала. Пацаны-то бегали себе. Вы увидели кошку, которая жила вместе с этой бабушкой, колдунней, как они ее называли. Делать же нечего. Что вы думаете, они придумали? Они придумали схватить эту кошку, зная о том, четко зная, что это бабушкина кошка. Один из старших пацаненков надумал сжечь ее. Те были меньше по возрасту, вообще жума не было. Ну что старшие говорят, то и делать нужно. Схватили они эту кошку бедную, затаскали где-то на пустырь, облили еще даже бензином, нашли бензин. Сбегал кто-то домой, взял небольшую бутылочку, облили бензином и спалили. А маленький мальчик этот, который ко мне выросший, уже пришел, Василий его звали, он говорит о том, что вечером пришла к нам в дом эта бабушка и говорит, я знаю, кто это сделал. Это было, говорит, три пацана. Старший руководил всем, старший сжигал. Твой муж говорит, я прощаю. Он делал это по малолетству, ничем он не мог предотвратить это событие. А он говорит, старший внесет наказание. Даже, говорит, ни я не буду ничего делать. Он, говорит, коснулся моего круга, в котором находилась моя кошка. Ты, говорит, знаешь, Зина, как я ее любила, как я ее обожала. У меня никого дома, кроме нее, не было. Это моя была и напарница, и мой ребенок, и моя сестра, и моя мать. Я с ней разговаривала. А мать этого пацана думала, господи, куда он вляпался. Получил он, конечно, в этот день. По заднице хорошо. Дала ему уже мама ремешком. Раньше, знаете же, какое было воспитание? Чуть шею ремешка. Получил он хорошенько. Попка горела у него долго-долго. Но, говорит, прошло пять лет. Этот Серега, который испалил, задумал этого кота спалить, нам, говорит, сгорел с трактора. Загорелся трактор. Лето, жара была страшная. Или там бензин побежал в моторе. Или что там уже произошлось, никто не знает. Зная только, что трактор загорелся, и Серега это сгорел. Это к нему мама приезжала, когда он учился в училище. Мама приехала и всю эту историю рассказала. И также рассказала, что бабушка говорила, что его не тронет. Ну, говорит, Наталья Васильевна, вот посудите сами. Вроде бы я и отучился. А учился он в техникуме. Вроде профессию хорошую получил. Но удачи, вот мне уже сколько лет, удачи у меня никогда в жизни не было. Я, говорит, женат три раза. И каждый раз мне такие женщины получались, попадались пьяницы. Вроде, говорит, поначалу живем. И вроде хорошие, и хозяйка, и кушать готовят. А потом начинает с подружками где-то гулять. Запивалась. И приходилось разводиться. Даже, говорит, я детей не нажил, потому что ни в первом браке, ни во втором, и ни в третьем. Или они не хотели, или это было задумано той бабкой. Я, говорит, маму до конца так и не расспросил. Мама рано у него ушла из жизни. Я, так, говорит, до конца и не расспросил, что же мне эта бабушка пожелала. Я, говорит, так и не знаю. Она, говорит, мне рассказала только за этого Серегу, который таки сгорел. Какую она кару придумала нам, хоть мы и маленькие были. Я, говорит, не знаю. Но то, говорит, как я живу, я думаю, что всё-таки у меня отобрана удача, отобрана возможность зарабатывать хорошие деньги. Говорит, вроде устраиваюсь на работу. Нахожу. Вроде деньги хорошие платят. Проходит, говорит, максимум год меня увольняют. А почему? Сокращается предприятие. Да только же оно работало, всё было хорошо. Так, так, сокращается. Ухожу, нахожу новую. И всё время повторяется одно и то же. И вот, говорит, мне сколько лет, ни детей у меня нет, ни семьи у меня нет, ни работы у меня хорошей нет. Хотя и учёбу я свою, говорит, закончила на отлично. И знаю предметы все на отлично по профессии. Ну, вот так, говорит, не знаю, что делается. Может, прокляла, говорит, меня-то бабка. Может, что-то другое сделала. Ну, почему-то так я вот живу. Мужчина импозантный такой, вы знаете, стройный. Не такой, знаете, что опустивший руки, уже всё, расстроился. А раз опустил руки, и за собой смотреть не буду. Буду ходить как попало. Нет. Ухоженный, нормальный мужчина. Только то, что он мне рассказал, действительно оказалось таким нонсенсом. Ну, давай смотреть, что же там такое. И мои карты, любимые, они показали, что нет удачи. Забрана у него удачи. Его как младшего не наказали смертью. Его как младшего не наказали душевной болью. Его наказали. Казалось бы, ну, простое наказание. Да не будет у тебя удачи. Ну, приходит момент, когда вот ты со временем удачлива. И приходит момент, когда ты просто уже ничего не хочешь. Руки опускаются. И ты сам себе думаешь, то ли я глупый. То ли что в моей жизни происходит. Всегда в таких случаях нужно искать ответ на ваши вопросы. Не сидеть, не ждать. Не в депрессии, никуда туда не побегать. Не, знаете, вот засесть, не хочу ничего. Всего всё можно в жизни изменить. Всё, буквально всё можно извинить. И эта ситуация. Разобрались мы в этой ситуации. Она даже, вы знаете, показывала мне карта, что лично бабушка этого ничего против него не делала. Но круг, который возле неё нарисован, каждая ведунья, каждый экстрасенс, он находится в своём кругу. Если кто-то приближается близко с чем-то плохим, он получает какой-то тепловой удар. Наверное, так я думаю. И здесь был разговор о том, что он очень близко приблизился к её кругу, к кругу безопасности, который она пустила в свою кошку. Вот такие бывают страсти в этой жизни. Делали мы, конечно, с ним на то, чтобы удача к нему вернулась. Слава Богу, сейчас уже прошло пять лет. Всё у него наладилось. Женился он даже. На молодой женился. На 15 лет моложе девочка. Родила она ему уже сына. Он такой счастливый приходил. Довольный. И вы знаете, вот казалось бы, да, младенческий возраст, мозгов же там тоже нету, когда по улицам молодёжь бегает. Сделай одну какую-то ошибку в своей жизни, и потом будешь за эту ошибку рассчитываться всю жизнь. Это ужасно. И поэтому родителям всегда говорю, смотрите за детишками, потому что бывает так, с молодости накосячат, а потом будет расхлёбываться во зрелом возрасте. А сегодня я вам просто хочу сказать, такой заговор я вам приготовила, для того, чтобы уйти от неудач. Чтобы в жизни были только удачи. Бывает и просто так. Бывает даже вот вы ни с кем не ссорились, не столкнулись, а просто неудачливый человек. Он умирал, или мало ли что. Или соседка подзавидовалась, или всё может быть. Вы сначала попробуйте этот заговор. Если он поможет и снимет неудачи ваши, значит всё у вас хорошо. Если этот заговор не даёт того, что он должен вам дать, жить в богатстве, в достатке и удаче под ручку, значит нужно копаться глубже и посмотреть, почему и что не так в вашей жизни происходит. Что вы там по молодости накосячили, что вы по юности там чего-нибудь наделали. Всё нужно разбираться. А как? Всегда говорят, ты за всё в своей жизни будешь отвечать. И поэтому, ну молодые, я же сама была молодой. Ну вот сейчас бы мне молодой там говорили вот такие слова, их я бы слушала. Так, конечно, сейчас бы я бы их послушала. Молодость всё отрицает. Притом, когда уже жизнь покрутит, покрутит, побьёт по полке, ого, тогда они вспоминают все свои грехи молодости и думают, почему так, почему не так. Но сегодня я вам говорю, что нужно сделать, чтобы в ваш дом пришёл достаток и удача. Самое простое. Я вам даю заговоры. Я вам даю работы самые простые, которые вы сделать можете сами. Всё остальное должен делать мастер. Мастер знает, как. Мастер на себя берёт удар. Мастер знает, как вас избавить от всяких негативов. И поэтому записывайте. Я вам обязательно под этим видео напишу этот заговор. Но что нужно приготовить? Три горсти рожь, пшеница и овёс. Вот ищите. А как вы думаете, не всё так легко? Это не волшебная палочка. Для того, чтобы добиться себе каких-то успехов в жизни, естественно, нужно потрудиться. На базар. В селе это вообще просто. Проще простого. А в городе на базар. И рожь продаётся, и овёс продаётся, и пшеница. На всякий случай по мешочку возьмите. В жизни всё пригодится. Запомните. Рожь, овёс, пшеница. Вам нужно три горсти. Перемешать это всё. Наговорить, я скажу вам сейчас слова. Потом выйти куда-нибудь за город. Просторное поле. На машине едете. Остановились в поле. И вам вот так нужно три горсти бросать. Вот так. Наотмашь. Бросили. Наотмашь. Бросили. И обязательно произнести нужно те слова, которые я вам скажу. Три раза нужно это сделать. Раз бросила. Второй и третий. И три раза говорить эти слова. Господи, Иисусе Христе, Матерь Божья, Пресвятая Богородица, Как люди без серого хлеба, чёрного хлеба, белого хлеба не живут, Так они его всю жизнь жуют. И как много хлеба в поле родит, Так бы и мне столько было добра и денег. Аминь. И перекрестили. Читать будете три раза. Бросать. Не просто посеять. Так бросила. Вот так. Наотмашь, говорится, нужно бросать. Я не буду вам повторять по десять раз. Я вам лучше напишу под вашим видео. И вы тогда перепишите себе. И когда будете делать, не стесняйтесь. Не стесняйтесь читать прямо с листочка. Это нормально. Это я даже делаю. Мне глаза в другой раз закрывают. Вот я обряд производила на Михаила. Учинаш. Тот, который я знаю. Разведи меня ночью, разведи меня днём, когда угодно. Но и вы так же сами. Я села, и я ничего не знаю. Поэтому те силы, которые не хотели бы, Чтобы у вас было богатство, радость и удача, То они, конечно, будут хвостиком махать. И говорят, а мы посмеёмся над ней. И поэтому всегда помните и не стесняйтесь. То, что вы читаете с бумаги. Даже если надо учинаш читать, Напишите и почитайте. Одно слово неправильно сказала, читай, всё сначала делай. И поэтому я привыкла. Положила, почитала. Я-то уже все слова знаю, Но я ещё и внимательно читаю. Не спеша. Одно неправильно сказанное слово, Вся твоя работа полетела на смарт. Я, конечно, рада за того мальчика Василия, Который, ну не мальчик, Уже далеко не мальчик. Но, тем не менее, видите, Семья у него, ребёночек появился. И работу он нашёл. Уже времени, понятно, много. Так бы он по карьере вырос уже до тех лет, Который он ко мне пришёл уже, Может, начальничка, Место занимал. А так всё нужно было начинать ему Как бы с нуля. Но, тву-тву-тву, добрый час сказать. И жена хорошая попала, Поддержка хорошая. В общем, я за него спокойно. Также буду спокойно за Вас, Если Вы всё сделаете правильно. Удачи Вам. Приходите ко мне в гости. Каждый день Вас ждёт интересная история, В которой, может быть, Вы узнаете себя. Может, это будет получительный урок. Вы не будете делать то, Чего не нужно делать. Не сделайте ошибку, А этому намного стоит. Не сделать ошибку, Не повторить судьбу этого человека. Как Вы думаете? Это вообще замечательно. Поэтому приходите в гости. Будем с Вами вместе учиться жизни. Я буду вспоминать свою практику. А Вы будете о том, Как не сделать ошибки. Потому что в жизни всегда ошибки. Дорогого стоят. Вам же удачи, счастья, богатства. И всего-всего. Много-много. Возьмите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok